Сегодня мы разберем, во-первых, матрицу Пифагора, опять проверим, а во-вторых, разберем одно из рядовых явлений в жизни партии Единой России. Ну, поскольку тут связаны будут персонажи, они являлись до 15 января членами Единой России от Астраханской области, Астраханского регионального отделения Единая Россия. Ну, мы знаем, что Единая Россия, она была сформирована в основном там из старых, все бывшие члены КПСС, в том числе вот в Высший совет входят, входили такие как Матвиенко, Грызлов, вот Матвиенко мы знаем, это все председатель Сената, вот, и все такое прочее. И, кстати говоря, вот Матвиенко, как раз Валентина Ивановна, она, как член Единой России, предложила, в свое время высказала предложение создать институт счастья в России. У нас же нет института счастья. Институт помоек есть, сейчас уже появляется, пенсионеры все по помойкам, пенсии еще повысили, а вот счастье-то надо добавить счастья, правильно? Ну, она же опытный такой, старый партийный деятель, с комсомола еще выросла, Тюлькина-то это, Валентина Ивановна. Она, значит, на каком-то основании сделала это предложение, правильно? И вот мы рассмотрим, что за основание. Вот три основы, три кита, на которых она стояла по утверждению этого института счастья. Кстати, в РПЦ счастья нет, в Библии слово счастье не употребляется ни разу, ни в Новом Завете, ни это. То есть это новое слово Валентины Ивановны, это институт счастья. Ну, раньше мы знаем, что это предлагал Лебниц еще сделать, да? То есть она не от себя взяла. И вот три основы вот этого института счастья. Какие они? Рассматриваю я. Значит, первое. Мы с нефтяной иглы постепенно переходим на героиновую иглу. И Мальдина Ивановна Матвиенко в том числе. Мешками завозит это героин. Недавно 10,5 тонн был арестован. Это счастье, счастье. Это основа счастья, правильно? Героин дорожку выложил там. Ей дорожку и нюхай сиди. Вот. Это уже большое счастье. Теперь второе основание. Это свобода всякой валютных и других спекуляций, вплоть до бабок, которые вот носками торгуют, покупают за 90, продают за 250. То есть свобода всякой спекуляции. Это тоже счастье. Когда ты пошел не работая, пошел, а тебе все равно 60 лет исполнится, ты будешь пенсию получать. Хотя ты не на государство, нигде не гвозя не забил для государства, правильно? Вот. И это большое счастье. Пошел в магазине, купил это, носки продал. И ты уже счастлив и можешь все. И нос в табаке у тебя и пьяный, и сыт, и пьяный нос в табаке. Это счастье. Вторая основа спекуляции. Значит, третья основа какая? Это новая. Вот как раз о чем я и хочу поговорить. Это вместо космодромов, значит, Единая Россия взялась строить эти сексодромы. Или как? Да, да, сексодромы. Вот вместо космодромов. Примером того является вот это региональное отделение Астраханское Единая Россия, о котором мы сейчас будем говорить. Ну, во-первых, мы можем сказать, что у ER есть сайт ER.ru. Прямо так латинскими ER.ru. Сайт. Председатель партии является, ну, кто у нас. Айфончик или его еще как называют. Еще у него погоняло есть. Денег нету? Еще какой погоняло есть там? Ну, у него много разных таких прозвищ. Это у Навального можно справиться. Как его еще зовут? Это Димон, короче говоря, да? Тоже он счастливый человек, да? Так же, как вот и бюро у них там, вот, бюро высшего совета Единая Россия. Кто туда входит? Ну, Грызлов. На чем самолете, вот, Матвиенко в мешки везла своей с наркотой, да? Потом туда входит Азаров, Аксенов, Володин, Воробьев, этот, Московской области, Кобылкин, Матвиенко сам, Мединский, вот этот культурный человек, плагиатор, который там свою диссертацию переписал. Кто еще? Миниханов, Нарышкин, Неверов, Савилев, Собянин. Ну, мы знаем, кто такой Собянин, да? Искусственные деревья там. Торчак, Чемизов, Чемизов, мы знаем, это полпромышленности России, да? И друг гаранта. Черенгаров, это, это земли, все земли проходимец, как говорится, да? Шойгу, это знаменитый воин, это воин, великий воин. Шохин, предприниматели, промышленные предприниматели, всех собирает. И Якушев. Ну, вот, это высший совет такой Единой России. Ну, среди, так выделилась одна Астраханская отделе, недавно она выделилась в прошлом году, в апреле месяце. Чем выдвинулся она? Одна соседка на лестничной площадке видит, говорит, часто, что маленькие дети, туда приходят маленькие дети, в эту квартиру напротив. Там квартира съемная, вот, и туда все время разные маленькие дети приходят. И зачем она, говорит, туда приходит? И она-то умная женщина, она позвонила сразу 112, там, или как там, 02, в милицию. Хорошо, она не ФСБ позвонила, потому что оттуда бы никто не приехал, оттуда бы приехал какой-нибудь Литвиненко, да? Вот. И, значит, а милиция среагировала нормально. Она приехала, видит, слышит, что в квартире кто-то есть, а никто не открывает. Хотели в окно посмотреть, на второй этаж подняться с улицы, а видит из окна мужик, вылезает и бежать. Ну, они мужика схватили. А кто оказался мужик-то? Непростой мужик. Там он оказался, во-первых, он был депутат Астраханского собрания, да? Член Единой России, конечно. И генеральный директор был многих разных организаций, в том числе ОАО «Дром». Вот. Я поэтому назвал «Единая Россия», вот, началось заниматься вместо космодромов «Дромами», просто «Дромами». Ну, добавить надо секса «Дром». Почему? Потому что, когда они зашли в квартиру, то там была оборудованная лежанка, накрытая красным там материалом, и вокруг лежанки были камеры установленные, видеокамеры, записывающие аппаратуру, фотоаппаратуру, много дисков, там десятки, сотни дисков, несколько компьютеров, на которых было что написано-то? Диск и порнография. Оказывается, туда вот этот вот товарищ, который снимал этот поплевка, этот Игорь Петрович, да? Фамилии много, значит, да? Мы об этом говорили много раз. Поплевка Игорь Петрович. Он, значит, водил туда детей от 8 до 17 лет. Ну, сначала они привели, конечно, взрослую, там у него напарник еще был, тоже депутат, тоже Астраханское собрание, тоже от Единой России член, рядовой член, да? Как потом мы расскажем. И вот он был, кто он? Председатель Совета Директоров, ОАО, Судоростроительный завод имени Карла Маркса. Вот так-то. Ну, и многих других организаций, там они деньги-то как мыли-то? Они много сразу организаций создавали, и через них все отмывали то, что с центра приходят деньги на завод. Они размывают по своим нескольким организациям, оттуда они обналичивают. Вот таким образом. Два таких важных и директора, но они, тем не менее, рядовые члены Единой России. Вот, значит, на пару они занимались этим делом, и видео они, видимо, там распространялись среди тоже других товарищей, высокопоставленных товарищей, да? Из Единой России, конечно, тоже начальники, да? Не просто они будут там распространять, среди школьников эту свою порнографию детскую. Это интересуется кто там? Важный начальник, который получает много денег. Потому что уже одеваться некуда, денег надо куда-то, а не хватает, все-то мало, что-то ходится. Жена уже старая, уже дети выросли, уже внуки есть у них, у поплевку этого, и второй Курсков, напарник Курсков. Вот, и вот у них уже и внуки. А все равно клубнички сходятся, да? Судя по ихней матрице опять, может, как мы, ведь это же можно было заранее их вычислить, правильно? И за ними наблюдать, ведь есть люди, за которыми нужно все время их за фалды держать. Детей-то вот смотрят там вот детей, и уже постоянно глаз за глаз за детьми, и также за многими людьми, до самого, как говорится, их старости надо все равно держать их, держать за фалды. Это по матрице Пифагор, потому что они склонны совершать очень страшные преступления, уголовные преступления. Это у них прямо в матрице записано, и в календаре, в восточном календаре, и в календаре друидов они там уже прописаны по дате своей рождения. То есть склонность к преступлениям уже заложена в дате рождения. Поэтому, ну, естественно, если ты в год тигра родился, за тобой надо глаз да глаз, ты можешь совершить любое самое опаснейшее преступление. Так же, как кто родился в год дракона, скажем. Это аналогичная история. А вот они как раз вот на пару-то и родились. Один в год тигра, другой в другу год дракона. И хорошо, когда если бы за ними был присмотр, а они сами начальники себе, да, сами хозяева, и на хорошую почву попали вот в эту единую Россию, и там собралась такая же компания, которая, ну, не в 10 раз больше получает минимально зарплаты, не в 10 раз, а в тысячи раз больше, чем минимальная зарплата. В деньгах они не нуждались. Они вот этим детям, которых они совращали, дарили айфоны, то есть щедро их одарили, чтобы они, и ни один ребенок не проболтался. Если бы соседка не стукнула, то все это, все сошло с рук. И эта вся компания, вот она, идет с прошлого года, с апреля. И вот только, значит, в этом году, 15 января, значит, их исключили из этой родной их партии, Единой России, председателем которой является, естественно, человек со звериной фамилией Медведев, да. И вот, значит, посмотрим, что там они пишут, эти вот единороссы. Экс-депутаты Думы Астраханской области Поплевка и Курсков исключены из Единой России за дискредитацию партии. 15 января на заседании Регионального политического совета Единой России под председательством секретаря Астраханского регионального отделения партии Единой России Игоря Мартынова были исключены депутаты третьего созыва областной думы 2001-2006 годов, подозреваемые в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. И следственный комитет, тут следственный комитет, говорится, что сообщил им, оказывается, в декабре, видите, и неправильная дата указана, видите, как у них ведется работа, в декабре 2019 года следственный комитет сообщил, что в Астраханской области завершено расследование уголовного дела. Правильно? По данным источника, в нем фигурируют Виталий Курсков и Игорь Поплевка. Поплевка. На первом заседании, а какой же, октябрь, декабрь, еще декабря 2019-го еще нету, видите, они даже в документах, даты, ну видно, что сексодром там полный вообще, во всей области. На первом заседании регионального политического совета, на первом, в новом году, имеется в виду вот в 2019-м году, но они тут ошиблись, в 2018-й год, наверное, данные депутатов исключили из партии, задействовав дискредитирующую партию, отметил Игорь Мартынов. Ранее свое мнение высказал сам секретаря Астроганского регионального отделения партии Ирина Родненко. Ну и она там в своем возмущении высказывала, как мать и как бабушка она все, и в конце концов пишется, что Курсков и Поплевка являлись рядовыми членами партии. А вот, видите, то есть это рядовое явление. То есть она вот неграмотность или как в рядах Единой России, она прослеживается. Во-первых, дату перепутали следственным кабинетом, о завершении дела сообщил в декабре 2018-го года, и они пишут 19-го. Ну я здесь сошлюсь на эту страницу Астраханская. Если они не успеют поправить, то вы увидите. Не успеют ошибку поправить свою. Вот таким образом. Вот это три основы института счастья, которые создает Матвиенко со всем своим вот политсоветом и во главе со своим звериным человеком. Вот звериной фамилией Медведев, да? А Медведь, он-то, у него-то шесть когтей у Медведя, да? И вот этот вот штрихот, он тоже там шесть, все. То есть у нас же все три шестерки выстраиваются тут, да? В этом. А туда кто входит-то в Единый Совет, в партию-то в эту? Все там записали, даже которые тут не живут, а живут в Америке. Она уже давно-давно в Америке живет. Ее записали туда, в Единой России. И там космонавку эту записали, которая уже, наверное, у нее шарики не варит, она уже не знает, куда ей вступить, лишь бы, как говорится, красоваться там. Первого проходимка космоса, да? Другая была в этот Советы Нечестивых и даже и ходить не стала. Они туда, или ООНов там был записан, а он до сих пор, я видел, вон в списке есть, есть он вообще сейчас Леонов, то есть Леонов, да? Который говорил, что американцы летали на Луну. Доллары ему дали, и они летали на Луну. Вот. И Собянин мне безызвестный туда входит, и вот эти вот Мединские входят. Ну, вся шпана, которая в КПРФ, она себя не... В партии, в КПСС, она себя не зарекомендовала, как предатели они там были, да? И вот они создали вот эту свою звериную тусовку, медвежью, где вот они свое институт счастья создают. На этой основе. На основе вот это наркотиков, спекуляций и вот этих вот сексуальных, вот этих, своих Ольгии зрелищ сексуальных. Там есть и вот Усманова вот эта вот, которая девочка, я говорю, девочка вам готовлю, все, гимнастика, да? А она откровенно там говорит, я вам девочку готовлю, это будут ваши невесты. Важным людям, да? Вот. Ну, мы знаем, она кого подготовила у нас там, все это, все в порядке. Но дело не в этом. Если бы кадровая политика была, и там более-менее грамотные кадровики сидели, если бы это была не бандитская партия, не партия бандитской, правитизация, а партия действительно народная, выражающая интересы народа, то они бы посмотрели бы вот эту Пифагору, нашу уважаемую. Вот она, поплевка вот эта вот. Чем она знаменита? 62-го года рождения, 8-го мая. Год тигра, пожалуйста. Может пойти на плохие дела. Вот так вот. Об этом даже пишут и друиды. Может пойти на плохие дела. И любит очень риск. То есть ему вот из окна прыгнуть, пару пустяков, рисковый человек, и пожалуйста. И тигр за ним ходить нельзя. Вот этот товарищ пошел, Курсков, да? Вот сумма 12 небольшая. Дельта нулевка. Хранитель чего-то. Вот эти 4 четверки, видите? Сразу бы можно было понять, потому что один из ведущих, там бывший председатель партии России, Володин, у него тоже такие же 4 четверки. Поверхностный человек. Это когда много четверок сбоку, да? И внизу тоже. То это, говорит, поверхностный человек. Плюс очень привязан к земле. И вот видите, логика у него есть. Ну, бардачный человек. Три. Он там, наверное, все свои производства обокрал. И все такое прочее. Ну, мизантроп, конечно, 6. Это, да, куда им народу служить. Вот такие признаки. Тройка, две шестерки, пятерка по деньгам, то есть огромная жажда денег, огромная мизантропия, то есть и жажда, главное, к авантюру, к риску. Ну, бизнес-то хороший, вот этот детский секс, он пользуется спросом среди руководства Единой России и все вот эти комарилии олигархические, вот эти рыбки, вот они все олигархи, вот эти, они же тянутся к этому, да? Вот. Все, кто там, дерипаски эти, все. Им только подавай вот эти видеокадры-то, да? Вот они для них, видимо, и работали, для этого Высшего Совета. И вот второй, видите, Курсков Виталий Викторович. Год дракона, 64-го, 3-го, 10-го. Вот. Тоже на плохие дела драконы способны. И матрица деструктивная. Вот он руководил съемками, и камеры вот эти все закупал, оборудовал вот это помещение, этот Курсков, да? И вел съемку, и диски, все это было на нем. А этот вот присутствовал при этом, он как тигр заводил его. Тоже сумма 12 небольшая, тоже, видите, две шестерки. По семье двойка, то есть пассив по семье. И вот единичка, вот этот он как раз и любит эту клубничку с единичкой. То есть сразу надо вот таких людей, вот их под пристальный надзор всегда. И никакие партии, конечно, их принимать нельзя. И должности, тем более, руководящим поручать нельзя. Тем более они оба не везучие. Семерки нет ни у того, ни у другого. Вот попались оба. Если у этого интуиция есть, у две пятерки, то у этого, видите, нету. Он не просек. Ну и что они сейчас? Эти важные люди, руководители многих предприятий. Один даже был министром, местным министром по охране окружающей среды. Бывший этот Курсков, Виталий Викторович. Бывший министр охраны окружающей среды. Может пойти на плохие дела и выиграть этот Курсков. Ну сейчас мы знаем по делу Цапков, это же тоже друзья, вот это вот Качёва все, Цапкица, Повязы там. И вся цепь, она завязана Ткачёва, который вот пел в самолете-то недавно. Мы видели, да? Бывший министр сельского хозяйства. Вот это, это та же вот Камарилия. И вы думаете, что они там будут? Ну в тюрьме, спасай в тюрьму. Чёрную икру будут есть и крабов. Ну у них достаток большой, если они там детям айфоны эти дарили, да? Так что вот, ну только единственное, что тень падает на их жён, на их детей, и даже у них есть внуки. Ну им на это наплевать совершенно. Чем хуже, тем репутация, тем она сам в криминальной структуре растёт. То есть где-то опускается, а где-то поднимается. То есть организовали они детскую парную студию, ну и как назвали, вот это, от дрома к сексодрому. И если бы не соседка, то это всё было бы. Значит, 78 эпизодов было показано в настоящее время. От 8 до 17 лет детей. Одна более поставшая девица с низкой социальной ответственностью, она первая к ней пришла, снялась, а потом начала, привела двух племянников своих малолетних, 8-10 лет. И потом начали тут приходить, подтягиваться, потому что друг другу дети рассказывали, что вот дяди тут дарят айфоны, и только их надо вот немножко, они нас потрогают, а айфон мы получим. Вот. И все молчали, если бы не соседка, всё было сошло с рук. Арестованы были в апреле 18-го года. А зияры их исключили только через 10 месяцев. 15-го, первого, как я уже читал, 19-го года. Вот. То есть, партии своих не сдают, до последнего сражались. Но ещё, наверное, будут сражаться. Вот. Поэтому вот такие дела. Здесь и кадровая политика Пифагора, она говорит о том, что действительно надо заняться. И подтверждение, пожалуйста, вот они два человека, тигр и дракон. Как у них вот прописано, что могут совершить тяжкие преступления, так, как они совершили. А что способствовало? Вот это очень большой разрыв зарплаты дали им, руководителям, возможность весь бюджет организации использовать по своему усмотрению. Поэтому они злобуху самую длинную долю брали себе. А когда у тебя огромное количество денег, ты уже не знаешь, куда их девать и на что их потратить. Ну, естественно, ты будешь потратить, какой ты выполняешь социальный заказ. Хотя они не просто так вот делали, вот это дело. Значит, они более у них согласованы где-то там среди вот этих всяких Литвиненков, Матвиенков, я условно говорю. Но вот где-то согласованы и был сбыт вот этого материала, естественно, да? Так же, как сбыт наркотиков, это то же самое. Вот они три источника, три основные части идеологии Единой России. Мы их сейчас рассмотрели и видим, что кадры-то они подбирают себе как раз те, которые им нужны, то есть, чтобы обеспечить счастье. Ну, если ты нормального человека возьмешь там какого-нибудь свинью, он тебе там будет честным или собаку, он тебе будет на страже всегда, все такое прочее, а ты вот возьми вот дракона и тигра, вот они тебе счастье-то обеспечат. Слава Пифагору, все время не перестаю удивляться, когда вот такие примеры смотришь и совпадение, понимаешь, тут уже радуется за что? Не за то, что там преступники, вот, а за то, что совпало, что можно пользоваться этим инструментом, который мы вот все время развиваем. А мы не знаем кадровое политики, никто не знает, а они хотят знать, вот медвежьей партии, звериное число, оно же ведь наоборот будет стремиться к таким кадрам, которые вот им нужны для того, чтобы хорошо жить на их на их фоне, потому что они отстегивают, им наверх везут все эти, все счастье передают наверх. Вот таким образом, мы теперь знаем, что как вот мы своих детей будем охранять, вот это же самое страхамское отделение и так далее, и так далее, и всякие это высшие к ней советы. Обращаемся к Пифагору, вот пишем письма сюда, ссылаюсь всегда, куда запросы направлять, и там рассчитываем матрицу Пифагора, можем рассчитать, помочь, и сослаться, и так далее, для самих, для детей, для внуков, и так далее. Всего доброго, до новых встреч!